С нами на прямой связи. Абаз, здравствуйте. Мы понимаем, сколько у нас есть времени и к какому моменту вас нужно отпустить, потому что сейчас перерыв, как мы понимаем. Поэтому в Блице будем работать сегодня. Давайте начнем с такого вопроса. Как вы считаете, Путин смотрит чемпионат мира по футболу? То есть ему интересно вот такое мероприятие, которое является международным, но России там нет? Ну, интересный вопрос. Понимаете, Путин вообще в последние месяцы демонстрирует, что все-таки время от времени он в состоянии взять себя в руки. То есть в какой-то момент казалось, что он вообще контроль над собой утратил, он резко минимизировал число публичных мероприятий. Вот в конце весны у него это было, потом летом были такие периоды. Потом после Харьковского разгрома он был неадекватен, хотя он в публичном пространстве появлялся, но было видно, что... Ну, в общем, он был в такой какой-то очень тяжелой депрессии, как мне кажется, да? Но в какие-то моменты он все-таки берет себя в руки, он мобилизуется и выглядит вполне адекватным. Поэтому вот, я не знаю, в последние дни он вроде бы тоже в депрессии не был, и, в общем-то, ничего страшного на фронте не происходило. Поэтому вполне возможно он сейчас в таком, знаете, ну, в состоянии смотреть. То есть понятно, что когда у тебя там совсем вот все плохо, когда там у тебя Херсон отобрали, русский город, так сказать, да? Когда из-под Харькова тебя напнули, когда Си Цзиньпинь с тобой разговаривать не захотел. Ну, вот я осенние, значит, истории перечисляю, да? После его переизбрания, когда Си Цзиньпинь переизбрался, а Путин позвонил ему с кем, чтобы его поздравить, а тот отказался с ним разговаривать. Вот, потому что до этого, чуть раньше Си Цзиньпинь просил не... Ну, на время хотя бы отложить проведение вот этих референдумов. То есть Си все-таки не... он противник такой сильной дестабилизации. То есть, понятно, в целом он выигрыш и сейчас, да? Вот, потому что Путин ситуацию дестабилизировал, и американцы погрязли в борьбе с Путиным, и Си Цзиньпинь им нужен, и поэтому они, так сказать, там отстраивают диалог. Ну, то есть он для них стал гораздо более интересен, чем он был до этой авантюры путинской. Но при этом важно все-таки не допускать такой серьезной дестабилизации, да? И Си просил это сделать, насколько я знаю, и Путин проигнорировал, провел свое референдум, и после этого Си Цзиньпинь отказался с ним разговаривать, вот, значит, по телефону. И тогда у Путина тоже, конечно, депрессняк был серьезный, потому что, ну, надо понимать, что, значит, не случайно сегодня, Кадыров, вы видели там пост на китайском языке, аж написал, значит, да? Потому что, ну, конечно, они, ну, для них Китай – это чуть ли не последняя надежда, это мощнейший игрок, и если бы он поддержал Россию, то Путин и Россия себя чувствовали бы гораздо более уверенно, а вот, ну, не получается никак, да? И вот когда такие вещи очевидными становятся, ну, конкретно происходят поводы, которые это демонстрируют, то Путин, конечно, в такие моменты, да, не до футбола, проще говоря, ну, такое прям тяжелое настроение, видно это. Вот, сейчас, вроде говорю, он вполне адекватен и себя контролирует, и вроде никаких жутких событий вот для него в последнее время не происходило, поэтому вполне возможно, что и смотрят. Я просто к чему задал этот вопрос, потому что вот эта концепция, которая, по крайней мере, звучит с телеэкрана о том, что свое, отечественное, да, мы все заменим, у нас импортозамещение, не нужны нам международные соревнования, международные мероприятия, мы все сделаем сами. Ну, российский футбол такой, как он есть, просто насколько эта позиция, скажем так, искренне воспринимается Путиным, его окружением, или это вот так, для широкой общественности? Ну, вообще окружение его и аппарат в целом государственный, конечно, они никто в это не верят. Российские элиты понимают, что это такая полная ерунда, что это, значит, ну, для промывания мозгов народу, да. Но поскольку всегда считалось, что Путин специалист по промыванию мозгов народу, то есть в этом смысле российские элиты в целом ему доверяли, но потому что на протяжении долгих лет они наблюдали, как действительно Путин, у него были высокие рейтинги, было большое число сторонников, они как-то привыкли, что он в этом смысле специалист. И поэтому они не покушаются вот на его право компенсировать людям мозги. И поэтому, ну, раз надо говорить вот такие правильные вещи про такой вот чучхе авторкию, да, ну, будем говорить, не проблема. То есть глубине души веры нет, конечно, но надо понимать, что в любой авторитарной стране истеблишмент очень циничен, а Россия, ну, в этом смысле, это прям чемпион мира. То есть говорить одно, думать другое, делать третье, это там вообще норма. То есть они на самом деле искренне считают, что так везде и происходит, что так и должно быть. Да, и так считают и рядовые обыватели, и элиты. Поэтому, ну, вернее, как, чуть сложнее с рядовыми обывателями, они в глубине души, они это подозревают, что так оно и есть, но время от времени они по этому поводу возмущаются. То есть им это не нравится. При этом для самих себя в глубине души, в принципе, они допускают, что, ну, окажись я на месте вот этих, да, я тоже так же себя буду вести. Вот. Но время от времени они против этого встают. Ну, то есть там такой очень острый внутренний конфликт есть, да. А у элит никакого конфликта нет, они же бенефициары этой системы, да. То есть я же лично для себя хорошо делаю, когда я там всех вокруг обманываю. Вот. Поэтому они сами, повторюсь, не верят в это ни на йоту, никто вообще, даже те, кто профессионально этим занимается. Вот. Но, ну, раз надо говорить так, таковы правила игры, ну, они так говорят. Вот. Может быть, сам Путин уже начал в это верить, потому что, ну, когда ты долго-долго что-то говоришь, ну, ты в эту роль вживаешься. Мне кажется, Путин из тех, кто вот, он вживается в роль. И в какой-то момент, ну, он начинает из этой роли разговаривать, и вполне возможно, что сейчас он уже искренне во все это верит. А проект Ковчег, вот как раз информация, которая была вами опубликована, со ссылкой на источники, которым вы доверяете. Насколько это вообще сейчас серьезно рассматривается, изучается? И если просто порассуждать, есть ли возможность у Путина и его окружения где-то спрятаться в современном мире? Это все-таки не сороковые годы, когда можно было убежать в Латинскую Америку и как-то там исчезнуть. Сегодня уже совсем все по-другому, довольно быстро вычислют. Вот что там, что в этом направлении? Ну, там речь идет не столько о том, чтобы убежать и физически спрятаться, чтобы вот как спрятки играют, ну, не найти. Нет, ну, все будут знать, что они там. Но Мадуро не будет их выдавать, и все. Вот об этом же речь идет. Значит, ну, этот проект нельзя... Я не хочу утверждать, что он в такой, знаете, последней стадии готовности, что они уже там на чемоданах сидят и завтра уже отчаливают. Нет, такого нет. Это вспомогательный, ну, запасной проект, который они, ну, на черный день, вот, так сказать, откладывают, да. Если уж совсем все плохо пойдет, ну, окей, воспользуемся тогда. Но, вообще, судя по тому, что Сечин отрядил туда заниматься этим проектом одной из своих правых рук, вице-президента Роснефти, ну, конечно, при том, что это проект не основной, а запасной, все-таки ему придают серьезное значение. То есть, там все должно все-таки быть отработано без сучка и задоринки. То есть, они для себя, это точно видно, не исключают того, что все пойдет совсем плохо, им придется действительно бежать. То есть, Россия для них станет абсолютно неприемлемым таким местом. Ну, понятно, если случится революция, то, помятуя судьбу предыдущих русских государей, так сказать, свернутых Николая, в частности, Второго, вот, или там Чаушеску с Каддафи. Ну, примеров много, в общем. Лучше от этого места держаться подальше, от того места, где тебя свергли. Поэтому, на всякий случай, они этот вариант все-таки готовят. Ну, и чтобы вас отпустить, еще буквально один вопрос по поводу публикации в New York Times о том, что американцы остановили удар по Герасимову. Правда, Арестович подтвердил, что удар был и действительно хотели убрать начальника Генштаба, а про американцев он не сказал. Как вы считаете, американцы в данном случае являются некой сдерживающей силой для Украины? И какую роль они играют в этом конфликте? Ну, поначалу американцы, очевидно, сдерживали украинцев. То есть они все-таки... Ну, то, что путинская армия, это абсолютный фейк и бумажный тигр, это же стало очевидно не сразу. Да, то есть поначалу казалось, ну, может быть, просто какие-то тактические ошибки привели к тому, что вот есть какие-то тактические неудачи. Но сейчас они, так сказать, перестроятся, приноровятся и себя еще покажут. Ну, в конце концов, ядерное оружие у них есть. То есть до греха доводить не надо. Поэтому американцы и европейцы, они неоднократно декларировали это. И это не просто на уровне декларации, это же на уровне поступков, в общем-то. Они же действительно не поставляют наиболее, значит, опасные виды вооружений, там, дальнобойные, да, украинцам. Именно потому, что не хотят перераст... Ну, вот эскалации конфликта, перерастания в войну в нечто более масштабное. Но, то есть изначально их роль была такая, конечно, действительно сдерживающая. Но сейчас, мне кажется, они себя, они украинцев сдерживают все меньше, судя по риторике. Они уже поняли, что на самом деле российская армия, ну, точно слаба. Поэтому, в общем, появился шанс, ну, добить гадину, так сказать, его логови, да. И в этом смысле сдерживать украинцев, может быть, и незачем. Они, так сказать, ребята храбрые, в бой рвутся, да. И поэтому, в общем, я думаю, если дальше все пойдет вот так, как идет, то в какой-то момент, ну, они, американцы просто вообще перестанут, ну, то есть полностью скажут, делать что хотите, так сказать, разбирайтесь с ними сами. Ну, окей, я, наверное, преувеличил, потому что все-таки фактор ядерного оружия есть. И поэтому вторжение на территорию России, ну, вот эту территорию, которая, значит, исторически была российской до 91-го года, конечно, украинцы, но американцы не приветствуют, я думаю, они жестко запретят украинцам это делать. И украинцы вынуждены будут остановиться, так же, как когда-то. В 67-м году американцы остановили израильтян во время шестидневной войны, не позволив им добить сирийцев или египтян. Вот, потому что побоялись эскалации с Советским Союзом. То есть Советский Союз потребовал остановить наступающую израильскую армию и наступающую израильскую армию, потому что там и на севере, и на юге наступали. Вот, поэтому все-таки остановят в последний момент. Но в целом сейчас, похоже, американцы пытаются останавливать украинцев все меньше. Ну, в общем-то, помимо того, что есть понимание, значит, что российская армия слаба, и ее вполне можно бить, и нечего ее бояться, и нечего с ней церемониться. Ну, есть и понимание, что, ну, вообще украинцы в своем праве. Ну, так а что? Их бомбят, их обстреливают, у них народ замерзает. То есть российская армия ведет себя, ну, как абсолютно, как существо, ну, недостойное сожаление, в общем-то, да. Ну, то есть совершенно конкретно целят по мирным гражданам. И, значит, ставят свою целью, и не скрывают этого. Пропагандисты же открыто об этом говорят, что, да, наша цель, так сказать, бомбить Украину в каменный век. Ну, то есть, да, разрушите энергетическую инфраструктуру, пусть замерзают. Значит, Песков же так и сказал, ну, типа, если хотят остановить все это, ну, пусть идут к Зеленскому, так сказать, требуют остановить боевые действия. Вот. Ну, то есть, в той ситуации, когда российская армия не с профессионалами, ну, как, знаете, профессионалы разбираются друг с другом, не трогая гражданских. Вот концепция, современная концепция войны предполагает вот такое, что две армии воюют, предпринимая все усилия, какие только возможно с обеих сторон, для того, чтобы минимизировать, значит, жертвы и страдания мирного населения. А тут эта армия, она специально предпринимает усилия для того, чтобы максимизировать эти страдания. Вот. Ну, а что после этого украинцев сдерживать? Ну, даже как-то вот по-человечески это трудно, наверное, да? Поэтому вот два вот этих фактора поведения российской армии, ну, скорее, не российская армия, если называть их своими именами, российского политического руководства, еще путинское решение. Вот. И одобряется оно на политическом уровне. Вот. В конце концов, Соловьев — это не военнослужащий, это часть кремлевского пропагандистского аппарата. Так вот, значит, вот эта вот составляющая, значит, ну, антигуманитарная, можно ее назвать так, да, плюс слабая, собственно, слабость самой армии, да? И два этих фактора, в общем-то, сделали возможным американцам, значит, ослабить, что называется, вожжи и не мешать украинцам делать свое дело. Ну что ж, спасибо вам, спасибо, что нашли время и вышли в наш эфир. Сегодня Абаз Галямов, политолог, был с нами на прямой связи. Благодарим вас и хорошего футбола. Хочется добавить, да. Всего вам доброго и до свидания. Продолжение следует...